Привет! Вы на канале Алиакас и сегодня я нахожусь в Ганновере на стенде компании DAF Trax, которая представила, наверное, самый большой стенд на этом автосалоне, потому что DAF не хочет еще прощаться с дизельным прошлым, а наоборот дебютирует здесь модельный ряд XD. XD это такой средний сегмент, который будет закрывать нишу и городских грузовиков, и грузовиков для региональных перевозок. Отличительная особенность DAF XD это кабина вот с таким вот стеклом прозрачным, то есть через которое можно будет смотреть слепые зоны во время городских проездов. Линейка XD очень широкая, здесь представлены и исполнение 4х2, и самосвалы, и седельные тягачи, и 6х4 для различного, скажем, навесного оборудования. Кроме того, мы видим здесь грузовик для тяжелых условий XF-C. То, что он для тяжелых условий, мы видим по углу въезда, то есть он имеет увеличенный клиренс, металлический бампер и вот такой увеличенный угол въезда. Кроме того, у него есть возможность заказать и вот такую дверку с дополнительным стеклом. Но будущее, естественно, за электромобилями. Но, кроме того, не забываем, что DAF это действующий Track of the Year 2022 года. Именно такой титул получили его грузовики XG, XG+, и XF. И поэтому идемте посмотрим, как выглядят лучшие грузовики 2022 года. Как я сказал, XG это действующий грузовик 2022 года. Но здесь, на этом автосалоне, мы имеем уникальную возможность сравнить XG и XG+. Посмотрите эти размеры кабины XG+. Вот, насколько она огромная. Какая высота. Это фактически, ну, скажем так, не то, что купе. Это больше, чем купе. Вот начинку этой кабины мы сейчас пойдем посмотрим на специальном стенде, который компания DAF привезла сюда, в Ганновер. Здесь можно спокойно, абсолютно не сгибаясь, зайти и посмотреть, как же выглядит кабина. Кроме того, хочу обратить внимание, что DAF тоже перешел на беззеркальную технологию, то есть в его новых автомобилях тоже нет зеркал. Зеркала можно заказать как опция, но, в принципе, уже все, как бы, переходят на эту технологию, когда вместо зеркал мониторы внутри кабины, куда передается эта информация. Мы видим здесь традиционную для DAF такую, скажем, кремово-коричневую отделку интерьера. Очень много различных ящиков. Ну, и самое главное, за что любят DAF, это, конечно же, за его широкое... Посмотрите, какое это широкое спальное место с дополнительным таким вот матрасом. Есть вторая полка, она тоже огромная, и мы можем посмотреть, вот здесь просто, ну, скажем, королевское спальное место. Кроме того, вот эти ламели, они могут регулироваться, то есть вы можете регулировать угол подъема этого всего. Ну, одним словом, выбирать себе комфортное место. Сам интерьер, вот обратите внимание, как на мониторе отображается обзор назад с помощью этих видеокамер. Решение, конечно, спорное, учитывая там наши дороги, запыленности и так далее. Но я вам скажу, что первым представил эту технологию Mercedes, следующим был MAN. Ну, и сейчас фактически все производители уже стараются внедрить эту технологию. Кроме того, обратите внимание, какие кресла у DAF в исполнении, да, то есть вот это абсолютно автономное такое, анатомическое, очень комфортное кресло. И сам интерьер тоже уже под стать автомобилей премиум класса. На автосалоне в Ганновере представлен и XF, он тоже действующий грузовик 2022 года. Но, естественно, будущее все будет уже за электромобилями, поэтому идемте посмотрим, какие же электромобили предлагает DAF. DAF представил в Ганновере сразу водородный грузовик, который будет предназначен для дальнего боя. Кроме того, версия XD, которая имеет пробег порядка 200-220 километров, это для городских перевозок. XF электрический для региональных перевозок, он имеет пробег порядка 300 километров. И маленький городской LF, который будет развозить грузы уже в центрах городов. То есть, таким образом, DAF также демонстрирует то, что он намерен серьезно конкурировать в сегменте электрических грузовиков. И все для этого готов сделать. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Стараюсь вам рассказать и про другие новинки грузовых производителей на автосалоне в Ганновере. Субтитры создавал DimaTorzok